За долгую историю проекта Дом-2 с его членами происходило многое. Давайте вспомним погибших участников телестройки. На днях в Москве погибла Анастасия Тарасюк. Девушка приходила на проект в 2013 году и продержалась на нем целый месяц. У нее были короткие романы с Андреем Черкасовым и с Никитой Кузнецовым. Анастасия работала моделью, много путешествовала. И вот на днях случилось ужасное. Девушку нашли мертвой около столичного жилого комплекса «Золотые ключи» на Минской улице. Она там снимала квартиру за 90 тысяч рублей в месяц. Анастасии было всего 24. Она жила на третьем этаже, а сорвалась почему-то с 19 этажа этого дома. С большой долей вероятности это был несчастный случай. Девушка просто вышла полюбоваться видом. Хотя у следствия была и другая версия. Жилье в этой элитной высотке для нее снимал новый женатый ухажер. Но из-за пристрастия Анастасии к алкоголю, она стояла на учете у нарколога, а также из-за ее сложного характера, эти отношения на глазах рушились. У Тарасюк была депрессия из-за нерасделенной любви. Поэтому и появилась такая версия, что девушка решила свести счеты с жизнью. Случай Тарасюк, увы, не единственный среди бывших участников Дома-2. Это Кристина Калинина. Она попала на проект в 2006 году. За проектом она тогда оставила маленькую дочь. И все другие участники Дома-2 ее осуждали за это. Кристина не справилась с явлением и через несколько недель ушла. Но Дом-2 оставил на ее психике серьезный отпечаток. Она впала в депрессию, отказалась от еды и воды и умерла от сердечной и почечной недостаточности. Кристине было тогда всего 22 года. Мария Политова появилась на Доме-2 тоже в 2006 году. Она была неопытная в любви, целомудренная, как в шутку ее называли. Это высокая, красивая и творческая девушка нравилась зрителям, поэтому она трижды приходила на проект. Последний приход был в 2010 году. Громкая, яркая и скандальная Мария отлично вписывалась в атмосферу Дома-2. Вот что она говорила о своей популярности. «Я себя никогда не считала звездой. Выйдя за периметр, я поняла, что известность – это мыльный пузырь. Когда ты на проекте, с тобой возятся, тебя снимают, а за периметром ты никому не нужен». Мария так и не нашла любовь на проекте, а за периметром с 2014 года она стала жить вместе с 42-летним журналистом Артемом Шануровым. В прошлом году Мария пропала, и после шести дней поисков ее нашли в Щелковском районе Московской области на даче родственников. В крови погибшей были обнаружены антидепрессанты, а также этиловый спирт. И, соответственно, рядом с ней нашли упаковку из-под таблеток и бутылку Рома. У следствия была такая версия, что Мария покончила с собой. Ранее она уже шесть раз пыталась это сделать, но, скорее всего, она отравилась таблетками и алкоголем непреднамеренно. Мама Марии обвиняет Артема в смерти дочери. Она говорит, что он должен был догадаться, что Машу нужно госпитализировать. Артем же пишет, что Маша на мать сама виновата. Она изначально отказалась с ним знакомиться и не сообщила ему о нескольких смертельно опасных диагнозах, которые Маша скрывала от Артема. Также, по его мнению, мать неправильно общалась с дочкой. Он часто слышал от нее такие слова, чтобы ты сдохла, лучше бы ты ушла и не вернулась, не надо было тебя рожать. Оксана Апликаева приходила на проект в 2005 году и пробыла там 75 дней. Она мечтала прославиться, стать моделью и частично ей это удалось. Девушка сразу покорила телезрителей, она веселая, харизматичная. Она не была обделена вниманием мужчин, но найти настоящую любовь так и не успела. В 2008 году тело Апликаевой со следами удушья нашли в Истринском районе Московской области. Ее обнаружили водители-дальнобойщики. Виновных найти так и не удалось. У всех подозреваемых оказалось алиби. Следствие считает, что убийцей мог стать один из ее бывших возлюбленных, о криминальных делах которого могла знать Оксана. А недавно выяснилось, что Апликаеву изнасиловали после смерти. Эта информация появилась в телеграм-канале крупного СМИ. Были обнаружены образцы биоматериала, принадлежащие судмедэксперту Александру, который на тот момент работал в морге. Мужчину задержали, но потом отпустили на свободу. Я во всем признался, рассказывает Александр журналистам. Против науки не попрешь. Мне пришлось уволиться с работы по своему желанию. Нового места я не могу найти уже больше трех месяцев. Жена после этого случая ушла от меня и даже сменила номер телефона. Очень печальная судьба у Андрея Кадетова. Андрей пришел на проект, будучи женатым. Его несколько раз отправляли за периметр, чтобы он закончил бракоразводный процесс. Но каждый раз он возвращался в Дом-2 без нужной печати. Но это не мешало ему пользоваться большой популярностью у женщин, что и стало роковой ошибкой. В декабре 2010 года Андрея убили возле его дома во время прогулки с собакой. На Андрея напал мужчина, который нанес множество ножевых ранений. Следователи выяснили следующее. За месяц до гибели Андрей познакомился в Питере с девушкой Александрой, с которой провел ночь. И на следующий день она написала заявление в полицию об изнасиловании, но позже его забрала. Именно пострадавшая попросила своего бывшего парня поговорить с Андреем по-мужски. И вот ее бывший лейтенант МЧС Юрий Житков и нанес Кадетову смертельные раны. Он признал свою вину и был приговорен к 11 годам в колонии строгого режима. Через три с небольшим года он уже выходит на свободу. Сначала говорили, что Кадетов умер на месте. Но, как выяснилось, даже после 17 ножевых ранений он был еще жив. Андрей умер в скорой по пути в больницу. У Кадетова остался маленький ребенок. Мальчик живет сейчас с матерью, бывшей женой Андрея Анной. Именно из-за Анны его и выгнали из Дома-2. Поклонницы Андрея, которые были влюблены в него, буквально устроили бунт из-за этого. Незадолго до гибели Андрей хотел вернуться на Дом-2, но так и не успел. В память об Андрея Кадетове Дом-2 провел спецвыпуск. Участники внепланово собрались на Лобном, чтобы помянуть Андрея. Они держали в руках церковные свечки и пытались найти нужные слова. Это Оксана Корнева. Она пришла на проект в четвертом году и строила любовь с легендарным Маем Абрикосовым. Ребята называли ее Кеша. Девушка очень общительная. Она легко влилась в новый коллектив и понравилась многим парням. Но построить любовь ей так и не удалось. Она покинула проект. И в девятом году стало известно, что жизнь Оксаны трагично оборвалась. Ее сбила машина. Это страшное событие произошло под Новый год. Оксана, ее подруга и бойфренд, подруги Роман Гречишкин, перебегали садовое кольцо в районе выезда из тоннеля под площадью Маяковского в неположенном для этого месте. Подруга и ее бойфренд погибли сразу же. Оксана еще была жива к моменту, когда приехала скорая. Скончалась она уже в больнице на следующий день. Петр Авсетцин недолго был участником Дома-2, всего 17 дней. Выяснилось, что у него онкология и мужчине пришлось покинуть проект. После шоу он долго боролся с раком, но болезнь так и не отступила. И в декабре 2009 года мужчина умер. Умерла от рака и Светлана Устиненко. Она пришла на Дом-2, чтобы помочь своей дочери Алиане наладить отношения с тещей. Также Светлана пыталась найти мужчину и для себя. Первым делом вспоминается ее роман с Василием Тедерикой. Он очень красиво ухаживал за Светланой, но затем вернулся к своей жене Антонине. В 2014 году Светлане поставили страшный диагноз опухоль мозга. Ей диагностировали третью стадию рака, удалили опухоль. Рядом с ней постоянно были сестра и дочь. Алиана не раз высказывала мнение о том, что болезнь ее мамы могли спровоцировать частые семейные конфликты на проекте. Саша Гобозов обратился к неравнодушным с просьбой и поддержать его тещи материально, чтобы она имела возможность лечиться за границей. Светлана Михайловна мужественно боролась, но затем ее состояние начало резко ухудшаться и повторная операция привела к тяжелым последствиям. Ее не стало в 2016 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова